Всем доброго времени суток! Вы на канале Ницоло. Это канал о вязании. Меня зовут Валентина. Сегодня вместе с вами я свяжу вот такой простой узор. Он состоит из лицевых и изнаночных петель. Раппорт данного узора имеет 6 петель по горизонтали и 6 рядов по вертикали. Ссылку на схему узора вы сможете найти внизу под этим роликом в инфобоксе. Для вязания поворотными рядами нужно набрать количество петель, которая без остатка делится на 6. Добавить 3 петли для асимметрии полотна, чтобы оно одинаково как в начале так и в конце выглядело. И добавить еще 2 петли кромочные. Кромочные в своем образце я буду провязывать следующим образом. Первую снимаю непровязанную, последнюю провязываю изнаночной. Вяжем первый ряд узора. Первую кромочную я снимаю. Дальше в первом ряду я буду чередовать 3 петли лицевые, 3 петли изнаночные, 3 петли лицевые, 3 петли изнаночные. И таким образом чередуя 3 петли лицевые, 3 изнаночные вяжу до конца этого ряда. Я провязала первый ряд до конца, повернула работу на изнаночную сторону. Сейчас буду вязать второй ряд. Во втором ряду я буду вязать петли точно таким же образом. То есть 3 петли лицевые, 3 петли изнаночные. Первую кромочную снимаю. Дальше вяжу 3 петли лицевые, 3 петли изнаночные, 3 лицевые, 3 изнаночные. И таким образом чередуя 3 лицевые и 3 изнаночные вяжу до конца второго ряда. Второй ряд провязан до конца. Я повернула работу на лицевую сторону. Сейчас я провяжу в третьем ряду все абсолютно петли лицевыми. Первую кромочную снимаю. Дальше вяжу все абсолютно петли этого ряда лицевыми. Третий ряд провязан до конца. Я повернула работу на изнаночную сторону. Сейчас буду вязать четвертый ряд. В четвертом ряду я провяжу петли точно так же, как в первом и во втором. То есть буду чередовать 3 петли лицевые и 3 изнаночные, начиная с лицевых петель. Кромочную снимаю. Дальше вяжу 3 лицевые, 3 изнаночные, 3 лицевые, 3 изнаночные. Таким образом чередую 3 лицевые и 3 изнаночные. Вяжу до конца ряда. Четвертый ряд провязан до конца. Я повернула работу на лицевую сторону. Сейчас я буду вязать пятый ряд. В пятом ряду я провяжу петли точно так же, как в четвертом, первом и во втором. То есть буду чередовать 3 лицевые и 3 изнаночные. Начинать вязание буду с лицевых петель. Первую кромочную я снимаю. Дальше вяжу 3 лицевые, 3 изнаночные, 3 лицевые, 3 изнаночные. И таким образом чередую 3 лицевые и 3 изнаночные. Вяжу до конца пятого ряда. Пятый ряд провязан до конца. Я повернула работу на изнаночную сторону и буду сейчас вязать шестой, он же последний ряд раппорта данного узора. В шестом ряду все абсолютно петли я провяжу изнаночными. Шестой ряд провязан до конца. Это был последний ряд в раппорте. Я повернула работу на лицевую сторону. Как вы видите узор вяжется достаточно просто. Я надеюсь вам понравилось. На сегодня у меня все. Я вам желаю всем всего хорошего! До свидания! Продолжение следует...